В основном рассматривается методика, по крайней мере представляемая, рассматриваемая нами, методика практик-ориентированной проектной работы с магистрантами. Здесь на занятии все-таки дана более общая формулировка, что для магистрантов инженерно-технического направления подготовки. Но далее мы рассматриваем конкретную дисциплину совершенно определенной магистрской программы. Поэтому перейдем, собственно говоря, к предметной области. Нами рассматривается дисциплина – это беспроводные технологии в автоматизированных системах управления. Естественно, беспроводные сети и сейчас системы управления предприятием – это тренд, можно сказать. Это одна из передовых форм организации распределенных систем управления, промышленный интернет вещей, распределенные управления, использование больших данных в индустрии. Индустрии – это, собственно говоря, передовые области в наше время. И, соответственно, с ростом популярности, ростом востребованности, интереса к данным технологиям возник логичный вопрос. Нам необходимо готовить специалистов. На самом деле, не сказать, что не существует каких-то готовых решений, которые позволяют готовить специалистам давать те или иные навыки. Есть, конечно, набор известных курсов. Можем разбить, в общем, на две категории. Это, прежде всего, классические учебные курсы по беспроводным сетям, по курсам, которые входят в состав общей дисциплины вычислительной машины системы сети, их различные вариации в зависимости от учебного плана, от конкретной организации. А также курсы, представленные компаниями разработчиков средств автоматизации, Rockwell Automation, сейчас и Siemens, и другие, которые в основном направлены на подготовку, повышение квалификации специалистов именно в эксплуатации своих продуктов. И, прежде всего, подготовки, скорее, сервисных инженеров и, в общем-то, не рассматривающие общие вопросы применения беспроводных сетей, а именно применительно к поставляемой, продвигаемой, я бы сказал, продукции. В связи с этим возникают у нас следующие недостатки. Несмотря на большое разнообразие существующих подходов, у нас, тем не менее, чаще всего специфика реализации беспроводных сетей в условиях промышленных предприятий не рассматривается. Она значительно отличается от того, что мы имеем в помещениях, скажем так, более приспособленных для эксплуатации радиотехнических средств и для постпребывания в них людей. У нас часто наблюдаются ориентации на эксплуатацию оборудования конкретного производителя. И есть общие проблемы, в частности, курсов, как вообще, так и продвигаемых в магистратуре, в том, что они не учитывают то, что у студентов может быть различный образовательный, что уже затрагивалось, и профессиональный, что важно, опыт, потому что приходят как из индустрии, так и бывшие студенты. Не предоставлены механизмы какой-то групповой проектной работы обучающихся, что очень важно все-таки. Инженер – это проектная деятельность, в том числе и проектная деятельность групповая, которой необходимо учиться. Также не рассматриваются чаще всего варианты сочетания аудиторный и онлайн-компонент в виде какой-то вариации смешанной модели. Либо мы полностью уходим в онлайн, либо мы полностью работаем в аудитории. Соответственно, нами была рассматривалась следующая структура реализации учебной деятельности. Мы рассматривали предаудиторную работу в формате интерактивной лекции, аудиторную составляющую работу в виде групповой проектной лабораторной работы, в процессе которой группа студентов, оптимальный состав 3 человека, можно больше, можно чуть меньше, минимум 2, иначе группа теряет всякий смысл. 1. Который предполагает, собственно, концептуальное проектирование, реализацию и такой важный этап, на самом деле, как документирование проектного решения и контроль общего функционирования коллектива. 2. И пост-аудиторный этап работы, который предполагает подготовку представления группового отчета по лабораторной работе и его защиту. И многочисленные стадии оценки деятельности как индивидуальных студентов, так и оценки их групповой деятельности. Не только в рамках, как принято говорить, hard skills, но и в том плане, что студенты оценивают деятельность друг другу, рассматривают то, справились ли их коллеги с той проектной ролью, которую они вообще выбрали. Закрыли ли они те обязательства, которые они должны сделать. Собственно, сам курс был нами разработан в LMS Moodle. Здесь представлена сама структура организации одной из тем курса, которая, в общем-то, соответствует той модели, что представлена была выше. То есть у нас имеются блоки предаудиторной, аудиторной и постаудиторной работы. И сама организация курса, она во многом и организует работу студентов в процессе его освоения. Мы рассматривали в нашем модельном проектном коллективе, который, естественно, не соответствует какому-то конструкторскому бюро или отделу. Там своя служебная иерархия, своя организационная структура. Тем не менее, в учебном нашем формате мы рассматриваем следующие роли. Что у нас есть проектная роль концептуальное проектирование. Человек, отвечающий за анализ технического задания и за разработку концепции и общей структурной схемы того технического решения, которое будет предлагаться группой. Проектная роль человека, отвечающего непосредственно за разработку, за программирование, за разработку аппаратной части и подготовку какого-то начального прототипа конструкторской документации. И роль, отвечающая, собственно, за документирование. Контроль, документирование работы, обеспечение нормы контроля на соответствии с стандартам, что очень важно, если необходимо соблюдать. И формирование итогового отчета. Собственно говоря, роли проектные у нас не фиксированы. Студенты, магистранты могут их выбирать и могут их менять в процессе своей проектной деятельности. Естественно, основным условием смены ролей является то, что человеку по результатам групповой оценки деятельности им предоставляется анкета, в которой они могут оценивать по опроснику результаты деятельности друг друга и могут предлагаться варианты о смене проектной роли. Поэтому общие условия при этом следующие. Участник должен определить себе предпочтительную проектную роль, которую ему нравится. Все равно человек представляет примерно, какую деятельность он может выполнять. Какая ему по душе, если может так выразиться. При этом он должен принять участие в выполнении практикум во всех предложенных проектных ролях. Хотя бы один раз он должен подпробовать другие виды деятельности. Общая система распределения у нас примерно такая. 3, 2, 1. Если, допустим, проектный практикум на 6 работ, то, по крайней мере, в трех должна быть предпочтительная роль. В двух и еще в одном какая-то иная проектная роль. И при этом не допускается, чтобы участник команд выбирал одну и ту же роль чаще, чем в двух работах подряд. Чтобы он не зациклился на одной роли, чтобы была какая-то вариативность, в том числе и для него лично. В результате у нас формируется примерно следующее. Это чисто абстрактный пример, что мы получаем индивидуальную проектную траекторию, по которой человек движется при выполнении этого практикума, который ему задан. Собственно, что мы студентам даем? Что они получают в качестве технического задания? С чем работают? Им предоставляется следующее. Им дается описание объекта автоматизации. Под объектом предполагается, прежде всего, некое предприятие, участок, комплекс, установка, который расположен в отдельном здании. Им дается комплект проектной документации. Прежде всего, на архитектурно-строительные решения и на автоматизацию производства. То есть, оригинальная документация в сканированном виде выгружается в курс, и студенты могут с ним непосредственно работать. Дается описание архитектурно-строительных решений. Прежде всего, в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи, это материалы стен, их толщина, материалы перекрытия потолков, то, что необходимо для оценки вообще прохождения радиосигнала. Дается общая планировка помещения с размещением точек контроля и описание контролируемых параметров, для которых необходимо дальше осуществлять их заботу. Вот примерно так оно выглядит. То есть, дается общий архитектурный план в такой наиболее минималистичном формате, чтобы не перегружать его дополнительными какими-то элементами, исключительно стены, перегородки, окна, двери, относительное расположение точек съема сигнала, описание того параметра технологического процесса, с которым необходимо работать. Далее студенты могут обратиться к оригинальной документации, получить какую-то дополнительную информацию. И общие требования, номинальное значение, используемые единицы измерения, периодичность опроса, и такой важный параметр для расчета потерь сигнала, как расстояние от уровня пола до передающей антенны. Собственно, что студенты в большинстве работ должны нам дать? Они должны нам предоставить решение, которое представляет собой беспроводной датчик физической величины, реализующей различные виды интерфейсов. Передача данных, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, GSM, GPRS, которые, в общем-то, включают в себя достаточно общий набор функциональных блоков. Дальнейшая их реализация уже остается на воле проверенной команды. Они могут предлагать свои решения по тому, как оно может быть реализовано. Естественно, есть набор лабораторного оборудования, которое рассматривается в методическом обеспечении. Но студенты вольны сами выбирать, то на какой элементной базе они могут делать, и с использованием чего. Естественно, с последующим обоснованием. То есть общая структура представлена здесь на слайде. То есть преобразователь физической величины, который также выбирается коллективом. Модуль передатчика с дополнительными часами реального времени. И модуль приемника с выводом полочной информации на жидко-христаллические индикаторы. Собственно, функции проектных ролей при выполнении аборраторной работы. На самом деле схема здесь несколько иная, потому что из-за ограничений формата слайда, к сожалению, мне не получилось ее отобразить полностью, потому что она вся охвачена. С контакт-связем, связи передачи информации от роли к роли, но тогда она вытягивается скорее по вертикали, чем по горизонтали. Поэтому пришлось ее разбить вот на подобные блоки. Собственно, проектная роль, концептуальное проектирование, анализ, выбор используемых технических средств, структурная схема. Проектная роль реализации, аппаратная реализация и программная. И роль документирования. Контроль, обеспечение контроль документирования и выполнения, норма контроль, подготовка итогового отчета. Защищается вся группа. Что, собственно говоря, люди нам должны представить? Люди нам должны представить следующее. Во-первых, что от них требуется? Требуется соблюдать, прежде всего, стандарт организации на оформление документов в результатах учебной деятельности. Необходимо соблюдать требования ЕСКД. Особенно, что касается конструкторской документации, принципиальных схем, структурных схем, это никто никогда не отменял. Что важно, чтобы программный код управляющей части был общечитаем? Надо соблюдать все-таки стиликодирование. Или предлагаемый Google, или предлагаемый фондом свободное программное обеспечение, которое также студент предоставляется и рекомендуется к использованию. В качестве отчета по работе должны представляться, как минимум, следующие вещи. Нам необходимо оценить проектную работу, поэтому предлагается, что группа использует репозитарий в гид проекта, к которому получает доступ преподаватель может оценить, собственно, взаимодействие группы. Дается доска оцележивания проекта в сервисе Trello, за которую ответственный человек, отвечающий за документы обороты, позже к ней предоставляется ссылка. И отчет с обзором прочно-проектных решений. Собственно, технические требования, технические характеристики компонентов, комплект конструкторской документации и сходный код управляющих программ, которые уже защищаются непосредственно проектной группой. Общий доклад я рассмотрел. Времени затрачено было совсем немного, поэтому готов высушить ваши вопросы. Спасибо большое, Олег Владимирович. Давайте я начну со своего вопроса. У меня вот он возник сразу по ходу вашего доклада, когда вы упомянули про одну из проблем подобных курсов. Вообще было очень интересно послушать мне, как человеку из мира теоретической информатики, было очень интересно послушать про какую-то текстуру. Я представитель мира автоматизации производства и отчасти саппор, поэтому немножко на разных концах. Да-да-да, поэтому и интересно. Вот. Как учат инженеров вот этого направления. Вопрос вот какой. Вот вы упомянули о том, что такие курсы имеют тенденцию привязки к конкретному вендору, оборудованию и так далее. Но мы понимаем, что сейчас, наверное, вендоров оборудования стало несколько меньше. Вот. Как вообще эта проблема решается и наверное, те, которые курсы, те курсы, которые были не привязаны к конкретному вендору, у них как бы для них это не стало проблемой. А вот для тех, которые были привязаны, что делать и как? Тех, которые были привязаны к конкретному вендору, в принципе, на мой взгляд, проблема здесь даже, здесь проблем можно разделить на две части. Все-таки любой учебный курс это сочетание общетеоритического объема материала плюс лабораторный практик к какому-то воинному формату. Будем реалистами, лабораторный практик все равно при его разработке организации мы достаточно сильно ограничены тем, к какому средствам обеспечения учебного процесса мы им даем доступ, что мы имеем возможность закупить и важно от кого. Поэтому мы не имеем возможности полностью отвязаться от того, что нам дает поставщик. В конце концов есть набор индустриальных стандартов, мы тоже должны их обеспечивать. Главная проблема курса, по которой продвигаются теми компаниями разработчиками, а именно для них характерна такая узкая направленность на собственные технические решения, то, что объем именно теоретической базы дается в привязке к тем решениям, которые предоставляет компания. Например, типичный пример не из области именно автоматизации, например, по курсам технических измерений, которые представляются с опорой на продукты National Instruments, вместные LoveView и аналоги, процесс обработки сигналов дается в LoveView путем рекомендации инструкций по настройке функциональных блоков данной графической нотации. Естественно, так давать нельзя, но для курса повышения квалификации оно удобно. Поэтому здесь необходимо сочетание, нам необходим достаточно обширный и, главное, общий, оторванный от технической реализации лекционный практикум, а с лабораторным практиком здесь уже с учетом текущих ограничений. Но, прежде всего, надо учитывать именно промышленные стандарты, а не опираться на оборудование на заблочку. Окей, ясно. Ну, то есть, ну да. То есть, за сочетание. Понял. Смотрите, знаете, какой еще есть вопрос? Он, может быть, не имеет, как сказать, он не только про конкретную дисциплину, а вот в целом у нас в программировании, у преподавателей программирования есть такая проблема, что студенты заканчивают бакалавриат, даже еще не заканчивают, а идут уже куда-то работать, а когда заканчивают бакалавриат, возникает вопрос, а зачем им идти в магистратуру? Вот курс дисциплины, про который вы рассказывали, она магистрская. Вот как в области автоматизации производства мотивируют студентов, что вообще надо идти в магистратуру? И надо ли им идти в магистратуру? Достаточно ли бакалавриат? Как вы думаете? Ну, по поводу, собственно говоря, ситуации бакалавриата магистратуры, здесь вопрос немножко философский, потому что, как уже здесь затрагивалось, надо понимать, что существует два разных типа инженеров, инженеров, которые, чья задача это применение существующих методов, подходов, методик, применительно к своим задачам, и другая категория людей, чья задача это разрабатывать принципиально новые технические решения. Магистратура и в целом, ну, мое личное мнение, результат работы магистратуры, это прежде всего магистрская диссертация, которая должна давать новое техническое решение для данной проблемы, для данной области. Поэтому бакалавриат, естественно, этого не требует. Это было бы странно с ним требовать. Поэтому если человек настроен изначально двигаться далее, во-первых, по карьерной лестнице, во-вторых, если у него к этому существует просто интерес, потому что все-таки чисто карьерный подход это довольно слабый мотиватор, то он приходит в магистратуру и работает уже над подобной научно-проектной тематикой. Это касается не только специфики автоматизации производства. Другая категория у нас на самом деле это работники предприятий. То есть к нам приходят из отделов СУТП автоматизации управления технологических процессов, которые приходят к нам именно повышать собственную квалификацию. Они окончили далеко не факт профильную специальность 10 лет назад. Возрастной контингент где-то около 40 лет. Они приходят именно узнавать новое и актуальное то, что есть. Им дают задачу. легко ли получается внутри дисциплины устроить проектные команды, когда у нас в проектной команде может оказаться специалист с опытом работы 15 лет на производстве и студенты, которые еще вчера бакалавриат закончили. Это как? На самом деле здесь на мой взгляд две сложности. Во-первых, у подобной команды конечно есть плюс. Плюс кстати есть и для специалиста и для студентов. Для студентов это будет соответствующий опыт. Для специалистов это также опыт в том плане, что специалист с большим проектным опытом он тем не менее чаще всего неплохо смотрит на свою деятельность со стороны. Он привык работать в соответствии с той методикой, с той инженерной методологией, в которой он работает повседневно по своему основному месту работы. И для него это также полезно сталкиваться с другими людьми, которые не знают, которые не разделяют в той или иной степени. Поэтому это не безинтересно для участников. В части сложности основная конечно дается формальный способ организации, дается перечень ролей, функций, которые не должны давать, но именно задача того, чтобы команда работала, чтобы она не стопорилась в процессе своей деятельности, это все ложится на преподавателя. Это очень ориентированная на преподавателя методика, в которой необходимо постоянно иметь контакт, через чаты, через форумы курсов, через видеоконференции, чтобы быстро находить проблемные ситуации, исправлять их, направлять себе какую-то одну русу. Порой даже директивным порядком. Явно меняя проектные роли, распределяя задания, потому что иначе команда не может справиться. без этого достаточно тяжело работать. Не всегда стоит надеяться на самоорганизацию. То есть, я так понимаю, тоже на самом деле курсы должны быть, как в магистратуре обычно бывают, не очень большие. Это полугодовой курс, это семестр. Я имею ввиду по числу студентов. По числу студентов у нас обычно группа это 12-14 человек. численность невелика и можно всем успешно уделить время. Да, в общем, мы уже многие докладчики говорили сегодня, что для того, чтобы действительно делать какие-то интересные, необычные, хорошие курсы, которые будут развивать и такой вот инженерный подход в классическом смысле и творческую составляющую необходимо, чтобы как это сказать правильно чтобы преподаватель мог поговорить с каждым студентом, с каждой командой и тратить на каждую команду много времени. Коллеги, может быть, вопросы в аудитории есть? Есть вопросы? Здравствуйте. Мне на самом деле очень понравилась ваша идея с проектами, то, что вы именно прописываете роли, то, что должен сделать. Мне кажется, для студентов, которые еще не понимают, что там на производстве происходит, это очень важно. Я с учетом программирование, то есть то же самое можно прописать конкретно роли и потом их перемешивать, чтобы вообще человек попробовал за разные лабораторные работы все и выбрал, что ему больше нравится. Вот эта идея мне очень понравилась и я хотела спросить, а как же вы оцениваете, ну то есть вы смотрите целиком на лабораторную работу и считаете, что если она успешно выполнена, то все трое молодцы, или смотрите на конкретную работу каждого, то есть, например, получилось плохо, ну потому что там двое ничего не делали, ну то есть вот как здесь происходят оценки? Изначально система оценки у нас здесь следующая, то есть сама по себе оценка, если мы рассматриваем одну тему курса, она у нас складывается из ряда составляющих, то есть у нас отдельно при переходе с каждого этапа из предаудиторной в аудиторную работу в постаудиторную работу есть оценочные этапы. Часть они проходят студентам индивидуально, большая их часть, часть именно посвящены групповой деятельности. Если мы говорим именно по оценке собственно лабораторного практикума, то у нас есть индивидуальное оценивание, где, точнее, у нас есть четыре этапа. Люди сначала выполняют лабораторный практикум и предоставляют предварительный отчет непосредственно в аудитории по результатам сделанной работы. Здесь и сейчас в кратком формате. Их коллеги заполняют краткую анкету по тому, насколько полно он был представлен, насколько он был понятен, насколько он был, скажем так, читабелен, то есть иллюстративный материал, что было подготовлено. также есть у нас оценка индивидуальная, где каждый студент сам проходит такое небольшое практическое задание на освоение им тех общих принципов организации, на данном случае беспроводной связи, которые рассматривались именно в данной работе. И есть оценка групповая. Групповая оценка здесь посвящена именно тому, что предоставляется студентам анонимная анкета в пределах группы, где они отвечают на вопросы, связанные прежде всего с тем, насколько хорошо другие члены группы справились с теми обязанностями, которые они на себя взяли. Были ли предоставлены ими работы срок? Предоставляли ли они полный объем информации, необходимый другим членам группы для выполнения их функций? Это прежде всего те два основных вопроса. то есть работала ли команда как команда и выполняли ли те люди, которые взяли на себе эту обязательность, ту работу, которую они должны вести. В том случае, конечно, мы не застрахованы от той ситуации, когда все попытаются друг на друга все слоить. Это объективная практика, когда команда из трех человек двое ничего не делает. Берет все на себе один человек. но подобная система оценки она достаточно быстро позволяет понять, была ли такая ситуация на парке или нет. И тогда действительно приходится, как я уже упомянул, использовать директивные методы и тогда решать проблему в том числе с перераспределением команд проектных родителей. Значит, данный коллектив, который в общем-то получился у нас отчасти случайно, не работоспособен. С этим поделать особо ничего не может. Спасибо, будем использовать тоже на практике. А как вы делите как-то рандомно просто распределить? Первоначально коллектив нет, им дает сопротивление на распределение по командам и дает сопротивление на распределение по ролям. То есть они изначально распределяются сами. Потом они после каждого этапа могут сами выбирать роль, но с учетом тех ограничений, которые накладываются на их выбор. То есть здесь на самом деле рандома нету, то есть у человека есть полное право выбора в пределах тех правил, которые утверждены. Спасибо. Большое спасибо. Кажется больше вопросов нету. Спасибо. Продолжение следует...